МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утром. Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Вышел, упал гипс. Специфика именно сезонная. Переломы, связанные с падениями, падениями на льду. Это переломы лодыжек, переломы костей предплечья. То, что характерно для сезона. Ульяновск в ледовом плену. Жилье именем суда. Аварийное жилье – одна из самых острых проблем Ульяновской области. Согласно официальным данным, около 500 человек получат новые квартиры в ближайшие два года. Однако добиться таких результатов получается лишь через суд. Так, например, добиться справедливости семье Сафроновых помогла прокуратура Заволжского района. Прокуратура помогла добиться справедливости. Новогоднее чудо. Это было очень неожиданно. Я как раз была на Олимпиаде, в другом себе. Мне сообщили об этом совершенно неожиданно. Мама, что вот, ездишь на самую главную елку страны. Это непередаваемое ощущение. Кремлевская елка ждет гостей. Гололед в Новый год ровно неделя остается до главного праздника, в который наш регион буквально въедет. Благо дороги накатаны. И если автомагистрали справедливости ради чистые, то тротуары призывно поблескивают коркой льда. По принципу, чем дальше от центра, тем выше скорость для тех, кто не устоял. По дворам и переулкам скользила наша съемочная группа. Слово Татьяне Домодановой. Шел на работу, упал, сломал на коленик. Вот, сделали операцию. Ну, сейчас так, более-менее. На восстановление от двух недель до полугода, в зависимости от тяжести полученной травмы. В неустойчивый сезон медики верят в среднестатистический расклад. А Жанна Михайлова в реабилитацию по экспресс-сценарию. Я с ребенком, с маленьким, пошла в Владимирский парк. Ну, все, и там очень сильно упало, просто вот, со смущением даже. А вообще по улицам как вы ходите? Ужасно. Ужасно. Это просто... У меня сноха вчера дважды упала. Два что? В перерыв вышла и дважды упала. И это даже центральная часть? Да, центральная. На советской. Ажиотажа нет, но и спокойствием не пахнет. Почище магнита ледовый нас притягивает всех, а чаще представителей категории 60+. Специфика именно сезонная. Переломы, связанные с падениями, падениями на льду. Это переломы лодыжек, переломы костей предплечья. Ну, то, что характерно для сезона. Снега нет, а лед остался. В центре города фрагментарно, на периферии повсеместно. Надзорный орган управления дорожного хозяйства вроде бы действует. На обработке тротуаров противогололедными реагентами и посыпкой ПСС задействованы 4 единицы техники. И также задействованы 6 бригад. На центральной части города 2 единицы, а по районам тоже 2 единицы. Получается свежий дорожный район и также пригородная зона. Одна единица. Влияют ли единицы на качество? Или качеству единица? Проверяем северную часть города. Вертикаль-то невеликая, подняться можно, но, честно говоря, боюсь, боюсь, что сейчас ногу поставлю не тем образом и рухну. Поэтому вот какая-то видимость, какой-то островок уверенности, вот эта вот заснеженная часть, если вот так вот. Но это я там с весом небольшим, да, женщина. А если это бабушка с клюкой или дедушка, которого ноги не держат, тут тогда беда. Перебираемся в засвияжье. В отражении ледовых зеркал, социальные объекты, школа и детский сад. Невыносимо. Что, скользко? Очень. Идем подорожить до волшебной. Что говорить, как видите? Падают люди, не видели? Конечно, падают. Как не падать по таким дорогам? Как видишь, вот сползи. Ну вот мы сейчас как раз смотрели. Уколы? Ползком. Не падали? Если упадут, то мне конец. Коль пошла такая гололедица, российский народ на выдумки хитер. Я могла бы встать на лыжи, но лыжи не предусмотрено. На коньки, да вот жаль, не умею. Поэтому самое верное средство, это вот такая импровизированная ледянка. Чтобы не было ледового побоища. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. В истории медицины есть немало случаев, когда, казалось бы, безнадежных больных удавалось поставить на ноги. Их состояние улучшалось, и они могли вернуться на работу. Эффект восстановительных процессов в значительной мере зависит от реабилитационного периода, его грамотности и доступности. В 2020-м на базе Новоспасской районной больницы создадут первичное сосудистое отделение для терапии и реабилитации пациентов после перенесенных сосудистых катастроф. Масштабный ремонт в Новоспасской областной больнице. Здесь обслуживаются жители пяти районов Южного округа. Новоспасского, Старокулаткинского, Радищевского, Павловского, Николаевского. Но ремонт – это полдела. Не менее важны кадры. Молодые специалисты готовы ехать в село, но здесь пока что им просто негде жить. На примере Барыша губернатор предложил решить жилищный вопрос. Здесь надо, нам приобретать жилье, чтобы быстрее решить проблему со специалистами. Да, необходимость есть. В этом году у нас придет один специалист, и прямо с Нового года еще есть. Планка у медицинского учреждения «Высокое» стать одним из передовых в России. Ремонт идет, и уже установлены внутренние перегородки, заменена кровля, установлены окна и частично подоконники. Отопление в помещении заменено и запущено. Монтаж электрической проводки, идет внутренняя отделка. Работа еще кипит полным ходом, но не все здания находятся на ремонте. Половина зданий уже готова к приему пациентов. Здесь планируют создать первичное сосудистое отделение, в котором будет размещено 10 палат на 15 больничных коек. В том числе три койки реанимации. Отделение необходимо для терапии пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Оперативность в делах, касающихся здоровья, обязательно. В случаях, например, с инсультом, именно первые 4 часа после перенесенной сосудистой катастрофы – самое важное время для начала лечения. От того, насколько грамотно и быстро специалисты могут диагностировать заболевания, зависит и реабилитация. Чем отличается наше отделение от большинства отделений, скажем, в России? Самое первое, самое основное – мы абсолютно иначе строим систему ухода за больными. У нас уже есть конструктивные решения по поводу организации пространств. У нас будут… Самое первое – это санэпидрежим. Для врачей – возможность круглосуточного динамического наблюдения за больными. Для всех – максимальный комфорт и удобство. Полностью восстановиться после заболевания не всегда возможно. Выход есть и из таких сложных ситуаций. Зачастую неврологические пациенты, пациенты после нарушения мозгового кровообращения, ну, может быть, становятся где-то, может… Ну, причиняют неудобства своим родственникам. И вот в рамках нашего отделения, в рамках оказания медицинской помощи, этих неудобств будет минимальное количество за счет, вот, собственно, сокращения сроков лечения. Решение о модернизации больницы по нас проекту здравоохранения принято в начале 2019-го. Выделено свыше 13 миллионов рублей, потрачено только 3. Государственное частное партнерство добавит еще 18 миллионов рублей. На них закупят все, начиная от кровати и заканчивая дыхательной, диагностической и реабилитационной аппаратурой. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. На 2% снизился уровень общей смертности, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 73 лет. За год уходящий отремонтировано 15 детских и 19 взрослых медучреждений. Открыли 5 новых ФАПов, 1 офис врачей общей практики. Плюс закупается новое оборудование и решается кадровый вопрос. 2020-й откроет новые проекты. Ключевая роль отводится первичному звену. Марина Тимофеева в положительной динамике на коллегии регионального здравоохранения нашла и другие интересные детали. Износ зданий, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, очень высок. Если по городу Ульяновск он составляет в среднем 50%, то по районам области, к сожалению, более 74. За последние годы проведена серьезная ремонтная работа в отделениях медицинских организаций. Работа и продолжится. До 2025-го отремонтируют 38 взрослых и 16 детских поликлиник. Откроют еще 28 ФАПов. Закупят новое современное оборудование, ЭКГ, мамографы, спирографы. Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь, наряду с комплексным развитием медицинского образования, нужны меры, которые дадут явный результат. Быстрый эффект. Уже сняты возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Свой сертификат на миллион рублей получил и Александр Сидоров. Условия работы тоже радуют. Больница города Новый Ульяновск – хороший ремонт в амбулаторно-поклиническом отделении. Там очень хороший, удобный, светлый оборудованный кабинет. Хороший, соответствующий средний медицинский персонал. Дополнительно с 2020 года заработает проект «Мобильный фельдшер». Пилотом выступит Большиногаткинская районная больница. В ее составе 28 ФАПов, которые обслуживают 8 тысяч человек. Обеспечение транспортной доступности для населения, медицинских услуг. По результатам проведенного анализа выявлено, что у нас 120 населенных пунктов на территории региона, в среднем по 5 населенных пунктов на муниципальное образование, не имеют ежегодного, круглогодичного транспортного обеспечения. Медицинский автобус. Новый проект в 73-м регионе запустят уже в следующем году. Пилотом выступит Старокулаткинская районная больница. В медучреждении закупят два автобуса. Программа должна заработать на всей территории области до 2024 года. На нужды первичного земла здравоохранения в следующем году будут выделены дополнительно 550 миллиардов рублей. И эти средства предполагаются, что они пойдут на ремонт оборудования, на ремонт зданий, на закупку транспорта, на строительство новых объектов и решение вопросов кадрового обеспечения. Планируется и новая система оплаты труда медработников. Сейчас она в разработке федерального центра. И тут же возникают вопросы к депутатам, представляющим интересы региона. Скажите, они собираются дать из федерального центра деньги на увеличение фонда заработной платы? И что конкретно вы, как представитель Ульяновской области в комитете, по этому поводу предпринимаете? По поводу этого было подготовлено обращение соответствующее и от руководителя фракции, и от комитета на имя и министра здравоохранения, и председателя правительства Российской Федерации Медведева. Где эти проблемы как раз обозначены. Будут они решены или не будут решены, но покажет время. Открыть новые горизонты и нивелировать наиболее уязвимые места, видимо, не под силу депутата Госдумы Российской Федерации. Составить обращение важно, но не маловато ли? Тем временем цифры регионального Минздрава вселяют оптимизм. И во времена повальной критики главным остается действие. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Протекающий потолок, отклеивающиеся обои, холод и черная плесень. Реальность семьи Сафроновых, проживающих в аварийном доме по улице Бресской 78Б. В очередь на получение новой квартиры ульяновцы встали в 1986 году. Пока без результатов. В 2019 году за права жильцов вступилась Заволжская прокуратура, которой удалось восстановить справедливость. Подробности в нашем следующем сюжете. То, что было когда-то пожарной частью, превратилось в жилой дом. Квартиры в переоборудованном помещении получили семьи пожарных. Еще тогда, в 1984-м, крыша дома протекала, а сквозь трещины в стенах свистел холодный ветер. Поэтому с 86-го семья Сафроновых стояла в очереди на получение нового жилья взамен ветхого. Мы стояли, когда здесь был райисполком, здесь вставали на верхней террасе, мы были 850. Как-то вот так вот письма приходили оттуда. Потом, может, лет 5, вот мы съездили туда, в город, в администрацию. У меня сын с мужем ездили. Сказали, то есть все очереди все объединили, и мы стали 1500 какие-то. В квартире нет горячей воды, а черная плесень – частая причина болезней жильцов дома. Добиваться справедливости ульяновцам пришлось на протяжении 33-х лет. И в 2019 году Сафроновы потеряли всякую надежду добиться новой квартиры. Я уже обращалась и в Заволжское администрацию, то, что крыша протекает полностью, на это вообще никто не реагирует. Если они сделали косметический, как бы они сказали, это два листа рулона, бросили рубероид, это ни о чем мне не сказал. То, что как у меня протекало, вот сейчас вы видите, так оно и протекает. Аварийное жилье – одна из самых острых проблем Ульяновской области. Согласно официальным данным, около 500 человек получат новые квартиры в ближайшие два года. Однако добиться таких результатов получается лишь через суд. Так, например, добиться справедливости семье Сафроновых помогла прокуратура Заволжского района. За права жильцов аварийного дома заступилась прокуратура Заволжского района, которая добилась справедливости через суд. Однако, даже правоохранительным органам было непросто это сделать. На основании решения Ленинского района суда первоначально требование прокурора, удовлетворение требований прокурора было отказано. На данное решение прокурорам района было подано апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого решение Ленинского района суда было отменено, было вынесено новое решение об удовлетворении требований прокурора. Так суд постановил обязать администрацию города Ульяновска предоставить семье Сафроновых иное благоустроенное живое помещение в границах муниципального образования города Ульяновска. Прокуратура постоянно отслеживает законное исполнение жилищного законодательства и старается помочь с переселением всем ульяновцам, нуждающимся в новых квартирах. Для счастья, дело осталось за малым. Чиновники должны выполнить судебное решение. Сафроновы уверены, во властных кабинетах вряд ли найдутся те, кто готов перечить прокуратуре и суду. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Кто поможет дом достроить? В этом году Ульяновская область вошла в десятку лидеров по строительству жилья. В 2018 в эксплуатацию сдано более 5000 домов, а это 10 324 квартиры. Но есть и другие цифры. В регионе 30 долгостроев. Тысячи людей годами ждут свои квартиры. Обманутые дольщики и проблемные объекты строительства. Разобраться в спорных вопросах помогут эксперты программы «Разберемся» и мои коллеги Евгений Луковкин и Марина Тимофеева. В компетенцию министерства не входит проверка качества построенного жилья. Если дом сдан, значит, выдано разрешение на ввод в соответствии с градостроительным кодексом. Соответственно, дом соответствует всем нормам. Если есть недостатки, то вопрос к застройщику. А у меня как раз вопрос к застройщику, Елена Александровна. Я понимаю, может быть, это не напрямую вас касается, но тем не менее. Может быть, вы нам поможете с этим разобраться. Могут ли люди, так называемая общественная экспертиза, быть правомочными при проверке объекта? Или это просто сейчас модное течение, сделанное для того, чтобы народ успокоить, что да, у вас есть такое право, а по факту-то ничто оно не решает? На самом деле есть уполномоченный орган на приемку законченного строительством объекта, в полномочия которого входит проверка всех нормативов, норм строительных. Соответственно, этот же орган выдает документ, заключение, на основании которого потом застройщик получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Разберем типовые и сложные случаи в эфире программы «Претензии-24» по средам в 19.30 на канале «Репортер». Если у вас есть история с претензией к продавцам или поставщикам услуг, звоните в нашу редакцию 30 40 73. Сообщайте о проблеме, оставляйте контакты. Наши эксперты постараются помочь вам. Еще раз. «Претензии-24» в 19.30 каждую среду на канале «Репортер-73». Праздник без огонька. Использовать пиротехнику и огненные эффекты в помещении запрещено, постановила комиссия по чрезвычайным ситуациям. Организаторам массовых мероприятий придется искать иные способы сделать их зрелищными и яркими. Впрочем, они и так постараются разнообразить праздничную программу ульяновцев. О правилах осторожности при обращении с пиротехникой напомнили и тем, кто решил встретить Новый год в кругу друзей и семьи. Нужно обратить внимание на упаковку. Она должна быть целостной и сухой. Внимательно изучить инструкцию, покупать только в местах официальной продажи. Далее коротко о том, как ульяновцы готовятся к праздникам. 25 декабря на центральной площади Ульяновска откроется главная городская елка. Праздничная программа стартует в 18.00. В этот же день начинает работу резиденция Деда Мороза. Здесь традиционно будут проводить мастер-классы, в том числе для самых маленьких. В 19.00 гостей ждет тур «Самовар зовет». Также на площади выступит духовая банда «Джаст Бэнд» из Казани. Изюминкой ульяновского новогоднего марафона станет гастрономический тур в Троицком переулке. А в новогоднюю ночь с 2 до 3.00 на площади устроят мандариновое шоу. Праздники без происшествий. Юный пешеход. Профилактическая акция развернулась накануне в железнодорожном районе Ульяновска. Участникам дорожного движения напомнили о правилах безопасности. Лишним не будет. За 11 из техших месяцев только в областном центре случилось 66 дорожно-транспортных происшествий, 20 из которых с участием несовершеннолетних пешеходов. Сейчас наша задача напомнить родителям, что они являются примером для своих детей. И они прежде всего не должны нарушать правила дорожного движения, потому что они, конечно, являются примером. В новом году в новую квартиру. Долгожданный переезд наступит для жителей 9 ветхих домов. Завершается переселение жильцов 10-го дома на Хватково, следующий на очереди соседний 8-й. В трехлетнем плане, начиная с года уходящего, предоставить 238 новых квартир. Новоселье по подсчетам администрации Ульяновска к концу года 21-го в общей сложности отметят 575 человек. Отмечается, что на территории города действуют адресные программы переселения из непригодного жилого фонда, которые помогут исполнить соответствующий национальный проект. Новый год – время, когда сбываются заветные мечты, особенно если разговор идет о детях. Делегация Ульяновской области, 54 наших юных земляка, накануне отправилась в Москву на общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце. Отбор в состав делегации был конкурсным. Вниманием не обошли ни одно муниципальное образование Ульяновской области. Подробности у Максима Бажанова. В дворце творчества детей и молодежи собрались самые талантливые ребята нашего региона. Отличники, спортсмены и творцы. Более 50 детей награждены за свои успехи, возможность увидеть главного Деда Мороза страны. Уже 25 декабря наши ребята побывают на Кремлевской елке в Москве. Каждый ребенок мечтает о такой поездке. Лучшие из лучших победителей Олимпиад и конкурсов совершат маленькое путешествие в большую сказку. Праздничные представления в Кремле, новогодние подарки и хоровод вокруг елки. А еще знакомство со столицей нашей Родины и экскурсии по знаменитым музеям Москвы. Выбирать было действительно очень непросто, потому что среди ребят есть те, которые принимали участие ни в одном конкурсе, ни в одной Олимпиаде. И, конечно, этим детям отдавалось преимущество, которые имеют результаты. Первые места, вторые. То есть лишь победители. К поездке в столицу готовятся дети от 8 до 13 лет. Каждый из них – маленькая звездочка региона. Многие до сих пор не верят, что из тысячи достойных выбрали именно их. Для участников Кремлевской елки это действительно большое новогоднее чудо. Это было очень неожиданно. Я как раз была на Олимпиаде в другом селе. Мне сообщили об этом совершенно неожиданно. Мама, что вот ездишь на самую голую елку страны. Это непредаваемые ощущения. 12 сопровождающих и медицинский работник отправятся вместе с детьми на фирменном поезде Ульяновск-Москва. Организаторы поездки уверяют – причин для беспокойства нет. Мама Софьи и не волнуется. Наоборот. Рада, что ее дочери выпала такая удача. Радость. Конечно, радость. Я очень довольна, потому что моя дочь действительно участвовала в многих конкурсах, олимпиадах. И для нас это очень большая честь – поехать на вот эту Кремлевскую елку. Я очень бы хотел, чтобы эта поездка дала вам еще больший стимул, еще сильнее учиться, еще сильнее заниматься спортом, еще больше узнавать, расти, становиться лучше. У ребят из Ульяновска на время поездки будет свой отличительный знак – синие рюкзаки. Не потеряешься и в поездке пригодится. Напомним, Кремлевская елка пройдет 25 декабря, а уже 27 утром дети вернутся домой. Максим Бажанов, Юрий Давыдов, репортер 73. Репортер продолжает дарить подарки. По доброй традиции телеканала в канун Нового года каждый корреспондент примеряет на себя роль доброго волшебника и самым активным, креативным вручает призы. Акция «Вместе в Новый год» объединила небывалое число участников. Предновогодняя неделя для школьников и воспитанников детского сада традиционно самая любимая. Новогодним каникулам предшествуют утренники, чаепития и, конечно, подарки. Снежинки и принцессы, мишки и зайчики, мушкетеры и рыцари. Кто-то вдохновенно создает костюм для своего чада по ночам. Другие спешат в магазины в поисках самого модного и красивого карнавального костюма. Все для того, чтобы сделать заветное фото малыша у елки. У меня сын Артур снимал его в садике в прошлом году на утреннике. Он был белым мишкой. Правда, фотография получилась очень грустная. Почему он грустный? Ну, подарок не тот, о котором он мечтал. О каком он мечтал? Помните? Нет уж не помню, честно. Ну, потом подняли ему настроение как-то, его положение? Да, когда подарок открыл сладкий, уже настроение изменилось. Участники акции «Вместе в Новый год» продолжают размещать в сети фото. Малыши и взрослые у елки или снеговика, в замысловатых костюмах или праздничных нарядах. Условие одно – отметить ваше фото с историей праздника хэштегами «Репортер 73» и «Вместе в Новый год». Я разместила фотографию своей дочери старшей в костюме снегурочки. Фотографировала я ее в прошлом году. Ну, для памяти, чтобы остались фотографии, как она растет, как меняется. На фотографии изображен мой сын. Ему три года. Это был 94-й год. Я выложила в тайне от него. Он не знает об этом. Что за костюм на нем? Костюм кота в сапогах. Призы продолжают находить своих обладателей. С каждым днем количество участников растет. Участвуйте и вы. «Репортер 73» дарит подарки. Екатерина Терещенкова, Юрий Давыдов, «Репортер 73». До Нового года ровно неделя. Самое время поставить дома елку. Многие предпочитают покупать живое дерево. Именно оно станет главным праздничным украшением. В Ульяновске открылись елочные базары, однако осторожность не помешает. В городе есть незаконные точки продажи. И вероятность купить там дерево плохого качества возрастает в разы. Наш корреспондент выяснил, чем руководствоваться при выборе новогодней красавицы и как за ней правильно ухаживать. На елочном базаре мы видим десятки деревьев. Желтоватые и зеленые, пышные и не очень. С одного летят иголки, у другого кривой ствол. От такого разнообразия можно даже растеряться. И возникает логичный вопрос. Как все-таки правильно выбрать елку, чтобы и красивая была, и стояла долго? Чтобы понять, какая елка действительно хорошая, можно просто взять ее за ствол и как следует ударить о землю. Если хвоинки начинают осыпаться, то значит елку покупать не стоит. Если же она стоит в целости и сохранности, значит берем. На базаре внимательно смотрите приглянувшуюся елку. Она не должна быть слишком сухой или обмороженной. Не оставляйте без внимания ствол. Он должен быть ровным и не тоньше 6 сантиметров в обхвате. В противном случае дерево срубили слишком молодым. Такие долго не стоят, осыпаются. Специалисты советуют, ищите дерево с насыщенным зеленым цветом хвои. Простой способ, как проверить, действительно хорошая ли елка, это просто взять ее рукой и провести вдоль хвоинок. Если в вашей руке не останется ничего, то значит елку спокойно можно покупать. Сегодня в Ульяновске на официальных елочных базарах продается два вида деревьев – сосна и ель. Цена варьируется от 200 до 300 рублей за метр высоты. Список официальных базаров указан на сайте мэрии. Любая другая точка – неофициальная. Покупка там на ваш страх и риск. На елочный базар праздничные деревья привозят вот в таких вот мешках. Поэтому обращать внимание на то, что они сложены, не стоит. Когда вы принесете их домой, они в тепле раскроются и превратятся во такое вот прекрасное дерево. Чтобы елка стояла дольше и не осыпалась, ставьте ее в песок. Сам песок нужно поливать водой, в которой растворена ложка сахара и щепотка соли. В комнату с новогодней красавицей рекомендуется поставить увлажнитель и ежедневно опрыскивать ветки из пульверизатора. Елки не любят сухой воздух. Максим Бажанов, Геннадий Бухтояров, репортер «73». Замерзли? И прогноз погоды не радует? Есть способ согреться. Спешите к мастерам меха. На шубной ярмарке от элитных фабрик Пятигорска вас обогреют в современной модели из нежного каракуля, уютного мутона, роскошные норки. Каждой даме любой комплекции, облегченный мех и идеальная посадка обеспечат комфорт. Ежегодное обновление коллекции, ассортимент мехов и фасонов пятигорских шуб известен далеко за пределами России. Спешите за теплом. Натуральный мех доступен по сезонным скидкам. Шубная ярмарка работает до 31 декабря. Новый город, торговый центр «Верес», второй этаж, с 9 до 19.00. Ульяновский театр «Кукол» приглашает на новогоднее представление с 21 по 31 декабря и со 2 по 8 января. В программе спектакль по щучьему велению и хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билеты на сайте театра и в кассе телефон для справок 42-09-68. В завершении телефон рекламного отдела 30-41-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления, бегущая строка. Звоните 30-41-73. И вы в эфире «Репортера-73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите онлайн. Тройной W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин